Общественность потрясла этой информацией. Кыргызстанцы обсуждают ее везде. Неравнодушные соотечественники звонят и пишут из других стран. Сегодня наша съемочная группа вместе с главным ветеринаром, директором Центра развития халал и местной властью, посетила ферму. Хозяин закрыл ее на замок, отправил рабочих по домам, нанял охранников, к воротам привязал собаку. В начале февраля сотрудники Соколукского РОВД зафиксировали этот факт. Однако информацию они не обнародовали. И вполне возможно, что граждане и не узнали бы об этом случае, если бы… Десять дней назад наши коллеги из газеты опубликовали материал с фотографиями и комментариями про мясо ослов. Нашу редакцию звонили местные жители и просили узнать, правда ли это. Накануне наша съемочная группа выехала на место. По оперативным данным, мясо ослов попадает в известные кафе Чайханы Бишкека. Сейчас расследуют, куда конкретно. Милиция не знает, по какой статье возбудить уголовное дело. Мы думали, что после нашего материала власти отреагируют. Но ничего не последовало. Скандал произошел накануне. Любопытно, что тогда и материалы Соколукского РОВД поступили в госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Сейчас следствие знакомится с ними. Уголовное дело еще не возбуждено. Соколукского РОВД. Комиссия в числе чиновников разъехалась, а наша съемочная группа решила зайти на территорию того самого сарая. Как вы видите, территорию охраняют несколько парней. Кроме того, возле входа в сарай привязали большую собаку. Сейчас мы находимся за сараем. Через щель можно заметить, что за ночь здесь все почистили. От вчерашнего здесь ничего не осталось. Ферма приостановила свою работу на время проверки. Иногда к ним наведываются правоохранители. Любопытно, что сегодня пасущихся ослов стало больше, чем накануне. Стало известно, что мясо якобы отправляют через турецких посредников в Гонконг на корм в зоопарк. Однако ветераны таможенной службы говорят, что за 20 лет мясо ослов не экспортировалось за рубеж. Примечательно, что местная власть не была в курсе этого. Более того, в санэпидемстанции хозяева сарая не брали разрешение на забой скота. У них нет разрешения. У них нет официально зарегистрированных. Не только в Аль-Люкматы и в нашем инспекции. Мы будем строго пересекать по закону. Будем исследовать тщательнее. И соответствующие материалы будут переданы прокуратуру и финансовой полиции. У нас последние три года мы мясо не экспортируем ни в одной стране. Ни в Казахстане, ни в России, ни в Туркции. Тем более, если это была бы бойня, они должны были у нас зарегистрироваться. То есть пройти все вот эти инстанции, чтобы получить разрешение на открытие бойня. Никакого такого не было. Сейчас создаётся комиссия из сотрудников санэпидемстанции и ветеринаров. Она будет проверять все кафе Чаханы Бишкека и Чуйской области. Оперативники расследуют данный факт. В ближайшее время станет известно, куда шло это мясо. Пророк Слава Халислава запретил кушать мясо ослетами, если правильно сказать. Местные жители в шоке от такой новости. Ведь им ранее предлагали купить мясо и внутренности животных. Я знаю, что дочка хозяйки продаёт мясо на Аламидинском рынке. Несколько раз нам предлагали купить, но оно мне показалось очень сомнительным. Мясо было тёмное, продавали по 50-60 сумов. Кстати, рабочие, те, кто разделывал мясо, тоже приходил ко мне. Хотели за бутылку водки продать кишки, но я, конечно, не взял. Между тем, фирма готова продолжать этот бизнес. Разведение из обоя слов не запрещено. А если не запрещено, значит, разрешено, говорит предприниматель. Он подал заявление на журналистов КТРК в Ленинский райсуд для возмещения материального и морального ущерба. А мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации. В понедельник комитет Журкукинеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию намерен рассмотреть этот случай.